Кому досталась Нобелевская премия по экономике? Где можно заправить машину кофейной гущей? И какой скандал разразился из-за рекламы косметики? Об этом и не только в нашем обзоре. Нобелевская премия по экономике досталась Ричарду Талеру за вклад в исследование экономического поведения. Шведская Королевская Академия отметила, Талеру удалось объединить экономику с психологией. Ученый смог объяснить, как характер человека систематически влияет на принятие им экономических решений. Талеру 72 года. Он живет в США и преподает в Чикагском университете. В Швеции уже огласили всех лауреатов премии. Завтра состоится церемония награждения. Первый в мире виртуальный паспортный контроль вскоре откроют в Дубае. Пассажирам достаточно будет просто пройти через специальный тоннель. Как это работает, продемонстрировали на выставке высоких технологий в Объединенных Арабских Эмиратах. Система за 15 секунд распознает лицо. При этом не надо даже показывать паспорт. Когда стартует виртуальная таможня, пока не сообщают. Но уверяют, что скоро. Заправить машину кофе, додумались британские ученые. В ходе исследования они доказали, что кофейная гуща имеет высокую тепловую способность. И придумали, как перерабатывать ее на биотопливо. По мнению ученых, такой вид горючего в скором времени может составить конкуренцию сои, рапсу и кукурузе. Именно эти культуры сейчас активно выращивают для производства биодизеля. Скандал на весь мир вызвала реклама косметического средства. В сюжете ролика темнокожая девушка становится белой. Видео выложила компания-производитель на своей странице в соцсети. Возмущению пользователей не было предела. Чтобы остановить гневные комментарии, компании пришлось публично извиниться. Японцы снова удивляют весь мир. Новый тренд в стране восходящего солнца – наращивание волос в носу. Недавно одна девушка ради забавы запостила в соцсети, как это выглядит. Затея шутки ради переросла в массовую истерию в интернете. Японки подхватили идею и наперебой выкладывают фото с волосами в носу. Чудеса водительского мастерства продемонстрировал британец. На грузовике с габаритным грузом длиной 60 метров он совершил поворот на 90 градусов. Водитель перевозил лопасть ветрогенератора. Как ему удалось осуществить неосуществимое, можно увидеть на кадрах, снятых напарником. Огромная машина вписалась в узкий поворот.